Дамки. Эта фраза появилась до Омеги и часто использовалась участникам листочек, а после ее стали использовать больше и больше людей. 1 апреля. 1 апреля 2023 года была распространена новость, что сервер удалится из-за потери активности, но это была лишь шутка. Омега загонятся. Эта фраза, которую часто говорили нелюбители сервера, а позже выделилась в сарказм и подобное. РП. Популярный, но не публичный вид РП на сервере, заключающийся в эротических отношениях персонажей. Андеркартс. Непопулярная игра на сервере, которая появилась на основе ее оригинала. Улыбающийся смайлик. Речь идет о старом эмоции, которая часто используется пользователями. Оно было добавлено вамбом. Сверхи бездоверенной личности. Когда на сервере было около 60 человек, Дарк ввел правила об ограничении сверхбогов, после чего их можно было брать только с доверенной личностью. Паролик. Привет! Сними шляпу. Фраза, которую использовал Фена Дин, чтобы призвать владельца сервера поменять аватар профиля. Позже ее подхватили и другие игроки. Майн пропагандирует. Это проблема старшего модератора подника Майн. Он часто упоминал и пропагандировал войну на Украине. Из-за него было добавлено новое правило о политике на сервере. Фантомные правила. Фантомные правила. Это правила, которые были объявлены в канале новостей, либо же их упоминал Дарк или Зира. Но их нет в канале информации, где находятся все основные правила. Чакра. Энергия, которую ввел Дарк для сюжета. Оригинал, конечно же, взят из Наруто. Чакра является первой высшей энергией на Омеге. Отказ 3.4. Раньше пункт правил 2.4 был под номером 3.4. Из-за частого несоблюдения этого правила, анкеты людей отказывали по этой причине. Позже, когда ситуация нормализовалась, фраза стала саркастичной и шуточной. Даркшейд бессмертен. Это неправда. В первом мере Дутоми он окончательно погиб и не имеет возможности восстать из мертвых. Но это пока что. Брараян. Это самое сильное существо, которое присутствует в РП на данный момент. По сюжету это создатель всего Омегаверса. Старый канал анкет. Раньше анкеты писались в обычный канал в ветках. Но с появлением каналов формулов, старые анкеты были скрыты. Роль Амеба. Представляет собой роль для хороших личностей и также друзей Дарка. Лицо Дарка. Долгое время Дарк скрывал свое лицо. Но Новый год 2023-го решил его показать всем. Объединенная вселенная. Это вселенная, в которой происходили основные события в РП. Данод. А ее создателем был хоррор Диспейр Санс. Майнпейл. Отдельная вселенная, посвященная игре Майнкрафт. Там Дарк разработал сюжет, где было все, что касается мифов из самой игры. Хирабрин, NTD-404 и другие. К сожалению, эта идея провалилась из-за маленького актива. Рейзот. Группировка участника Майн за персонажа Diamond Swore. Они пытались несколько раз устроить переворот в нот, но по итогу получилось это тогда, когда Кор устал. Дискорд. Бывший участник сервера. Был на посту главного модератора, но из-за претензий людей и личных отношений он был снят с должности и покинул сервер. Смерть Даджимы. Это обман одного из участников сервера. Говорится, что он хотел отомстить Даджиме и создал историю, по которой стало известно, что Даджима выпрыгнул в окно. Но это все оказалось ложью. Первый ивент. Дата проведения первого ивента потеряна, но это был турнир браузерной игры под названием Undercards, где победителем вышел пользователь под ником SansDuck, и в итоге он получил первым кастомную роль на сервере. Беброскват. Отдельный дискорд сервер для друзей Дарка. Туда попадают самые крутые личности. Три вселенные. По сюжету VHS Sans создал три вселенные, которые разделяют на определенные намерения. Положительные, нейтральные и отрицательные. VHS имел в себе множество ремнанта от погибших перед монстрами-убийцами по типу Dust Sans. VHS желал уничтожить отрицательную вселенную, где как раз таки и находились убийцы, но ему помешал хоррор-диспейр Sans и объединил три вселенные в одну. Север. Бывший участник сервера. Он покинул сервер со словами то, что ненавидит Дарка. Причина остается неизвестной. Смайлики Сансов. Это эмодзи разных эмоций Санса, но они часто не использовались и вовсе были удалены еще в начале сервера. Художники Омеги. Рабы. Это неправда, они выполняют свою работу по желанию, но когда-то Зира мучила мурашку, чтобы она сделала арт для сервера. Первые Хранители. Это персонажи, которые изначально стали на стражу нот. Таркшейд. Люкорис Фриск. Корр. И другие. Стрэнч Тейл. Вселенная, созданная Брэрайаном во время того, когда вся концепция жизни во всей умной вселенной была уничтожена. И ее правитель Джестер. Прошлый сервер. До этого у Дарка был серый по такой же тематике Андретейл РП, но он закрылся. Работница почты. Тэмми, заменяющая Санта Клауса на Новый год 2023 года. Месокомбинат. Локация в Рашантейл, над которой рофлил участник под ником Вамп, отправляя туда гифку со свиньей. Вампу 30 лет. Этот мем образовался после того, как Вамп побывал в голосовом канале. На самом деле ему... Эм... Я... не помню сколько ему лет. Желатин владелец. Во время перегорания Дарк искал нового владельца сервера, чтобы время подменить. Изначально им оказался желатин. По итогу желатина сняли, потому что он ничего не делал. Одиннадцатый пункт анкеты. Ранее в анкетах был пункт под названием Раса, Пол и Возраст. Зира с Дарком посчитали этот пункт не нужным, потому что и так уже был пункт Биография. ВХС Санс создал концепцию омега таймлайнов. По лору, ВХС Санс создал три вселенные. Положительные, нейтральные и отрицательные намерения. Они стали основоположниками нот. Геноцид Грилги. Персонаж от пользователя Марс. Сам персонаж впервые появился в объединенной вселенной. И являлся простым персонажем доведения грехов и заповедей. Где он взял клятву похоти и распространился как самый жестокий насильник. Отыгровка за него выглядела как без насилования мяса, но с выходом владельца персонажа многие позабыли. Гор Икс Дамон Сворд. Данное противостояние этой пары было настолько мейнстримным, что прямо сказалось и на сервере среди администраций и в сюжете. Фиш саботировал сервер. Бывший модератор под ником Фиш являлся очень негативной личностью по отношению ко всем. Однажды он удалил множество сообщений из важных каналов, но также пустят с должности и забанен. Ягью Икс Дискорд. Перед тем, как Желатин стал временным владельцем, произошел конфликт между Дарком и Ягью, где также присутствовал Вамп, Фиш, Марс и Редфайер. Дарк предложил Вампу написать фанфик про любое Дискорда и Ягью, где по итогу эту шутку не оценили и из-за чего произошел конфликт. Лицо Влада. Первые грехи. Изначально, когда Дарк начал делать сюжетные ивенты с ограниченными грехами, то он ссылался на исламские грехи, но по итогу от этой идеи отказались. Дэш ломает четвертую стену. В некоторый момент Дарк ломал четвертую стену за своего персонажа Даршида. Когда-то он назвал Лекса Зиро. Реда Тейл. Старая вселенная создана желатином во времена объединенной вселенной. Эта оригинальная вселенная была первым, кто получил отдельную категорию. Сам Реда Тейл являлся мини-вселенной, которой отрицательные персонажи могли бы стать позитивными. Созданием данной мини-вселенной занялись персонажи Лекс и мемора Уэда. К сожалению, после нескольких часов создания категории, она была уничтожена грехами лени и гнева в автографке Дарка и Дискорда. Также имеется предположение, что это случилось из-за личной ненависти к желатину со стороны Дискорда. Ведь сам Дарк и создал категорию после нескольких просек о ней со стороны множества участников и участвующих в проекте. Альтернативная Тава. Это был альтернатива Тавана оригинального Адертео, где все изначально двигалось по пути Геоциты, где были новые бои, такие как с Гастром Модышевым, изменить Папайрусом и Лас-Пирсанцем. Но затем все пошло по пути пацифистов. К сожалению, акция в Сеймном Паузе Чударвета не продолжилась, а канал только недавно были выделены. Не Дарк создал Адертео Ларбов. Изначально первый сервер Дарка оказался не его, а человеком под ником Дэнджи Скобка. К сожалению, на протяжении определенного времени он потерял страсть КРП и передал свои права Дарку, а затем оказался амёг, на который не подавал признаки жизни. Ох, ребят, у меня пошла кровь из носа, ну не обращайте внимания. В общем, ситуация такая, бля, как копыт. Ну, я собираюсь дальше заниматься амигой. Будет интересный сюжет, ивенты, бля, как всё капает, нахуй. Бля, щас на пол капает, щас подожди. Уж время ночи уже, я вынул свою кровь из носа. По поводу сервера. То есть будем продолжать работать, ивенты будут продолжаться идти. Всё будет чики-пуки, короче. Вот у меня уже тут ночь, два часа ночи. Ещё ещё хочу сказать. По поводу второго тома, думаю, он закончится, ну, в ближайшие, может быть, три месяца, четыре. Не думаю, что целых шесть месяцев, но это слишком долго будет. Это всё уже почти готово. Вот. Ну-ка. Чё-то я... Чё-то я там... Я увидел. Ну-ка. Цель дальше... Ну-ка. Ну-ка. Ну, чё-то... Ну, чё-то там... Ну, чё-то вот машина проезжает, чё-то... Чё это... Чё это... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...